что можно сказать в общем потихонечку мы выходим спускаемся с горы уже почти что конец подъем до упора до горы дуран плюс очень много интересного увидели по-настоящему общались красиво посмеялись покушали напоминаю что мы делаем подъем во время коронавируса когда все вокруг боятся все вокруг лечатся умирают то есть все гораздо сложнее чем может показаться на видео но мы не унываем потихонечку шаг за шагом вперед как бы завтра увидим сегодня мы прожили этот день хорошо вот потихонечку потихонечку уже почти что мы спустились сказать сравнение что легче спускаться или подниматься два вида физической деятельности по-своему разнообразные по-своему тяжелым при подъеме встает бицепс бедра и ягодицы при спуске колени квадрицепс по мне так лучше пускай поработают ягодицы чем квадрицепс мне спуск всегда кажется немножечко более назойливым более тяжелым но в целом оба и подъем и спуск оба типа восхождение спуска на гору тяжелая физическая активная деятельность почему я эту тему затронул потому что когда будете идти в гору старайтесь правильно выбирать выбирать активность свою физическую то есть не старайтесь никому ничего доказать по самочувствию поднялись на тысячу спустились поехали домой отдохнули через недельку поднялись на тысячу спустились и по возрастающей потом на 1200 потом на 1500 бывает что можно заехать на машине на 1500 просто побыть в атмосферах в атмосфере другого давления плюс в атмосфере там нехватки кислорода посмотреть организм реагировать и так далее потому что из всех органов сильнее устает во время восхождения колени и сердца поэтому эти органы нужно немножечко более бережно использовать с умом и я уверяю вас вы подниметесь на любую высоту не нужно спешить нужно никому ничего доказывать потому что это все всегда плохо заканчивается и разочарование проблемы со здоровьем могут возникнуть и так далее поэтому делайте все градуально по нарастающей сегодня мы зашли выше чем на 2000 метров чувствуется вверху да уже когда разогреваешься чувствуется нехватка воздуха но подъем намного легче когда мышцы теплые потом когда посидишь мышцы опять остывают встаешь начинаешь куда-то идти опять задышка потом потихонечку опять разогреваешься задышка проходит поэтому первые особенно 5 10 минут 15 восхождения нужно идти не спеша до того чтобы тело что разогрелось привыкла посмотреть какой режим ходьбы для вас удобен посмотреть какой длинный шаг для вас удобно посмотреть может нужно ступню немножечко наружу чуть-чуть внутрь поворачивать сконцентрироваться на сердцебиение спокойно на дыхание постараться дышать сначала контролировать дыхание делать его хорошим глубоким насыщенным чтобы посмотреть как это влияет на выносливость потом потихонечку организм адаптируется и вырабатывать свое автоматизированное дыхание которое если не менять скорость а его хватает для того чтобы зайти практически на любую высоту такую более не менее физиологическую которая не связана там с высотой 3 500 4 5 где требуется уже соответственно определенная фармацевтическая поддержка и кислород на поэтому посмотрите мой фильм я не знаю сколько у вас будет единицы сотни тысяч скорее всего единицы вот послушайте будете иметь опыт и будете лучше понимать как себя нужно вести в горах по таким вот небольшим советом вот обязательно нужно брать с собой обязательно хорошее снаряжение в горы что такое снаряжение самые начальные простые вещи это обувь удобные плавки удобные штаны палочки вот такие вот чтобы упираться они снимают очень серьезную нагрузку с организма всегда какие-то шапки какие-то плащевочки там дождевики чтобы если вдруг попадете в дождь могли спокойно накрыться и не промокнуть может быть даже палатка если хотите остаться спать там средства для разведения костра нож обувь должна быть хорошая удобная потому что углы наклона стопы не соответствует углам наклона когда вы в городе и горизонтально спускаетесь углы наклона стопы меняется соответственно меняется задник ботинка и он может вас грызть грызть пятку и это превратит ваш поход даже на небольшую высоту в сама бичевание поэтому берите обувь как правило я по своему опыту знаю что я брал обувь специально для гор и такая обувь тоже мне доставляла неудобства потому что ее даже если правильно по размеру взял она должна быть разношена плюс ко всему все-таки нога это нога у каждого своя нога своя ступня поэтому ножка должна привыкать даже если вы все купили сделали правильно разносить надо как я уже говорил на значит более низких высотах и чаще всего по каким-то таким высотам которые не очень резко меняются там например там какая-то тропа под какие-то там 35 градусов уходит в горы вокруг горы и вот в такой тропе разнашивать их течение трех четырех пяти раз обувь вот те кто с первого раза покупают обувь и обувь их не травмирует не мучает как говорится ничто не мешает это удачный вариант ну как правило такую обувь берут специализированных магазинах как правило для этого нужен консультант который при помощи специальной техники подбора обуви там специальное снаряжение поможет вам подобрать конечно же если он в курсе как это делается консультанты в это разы подобрать обувь профессиональную дорогую за которые придется заплатить хорошие деньги и такая обувь она конечно составит меньше проблем чем общепользовательская такая горная обувь например в декатлоне в декатлоне есть разные как бы уровни обуви поэтому можно подобрать себе в интернете купить в интернете несколько сложнее потому что размер тяжело подобрать и так далее поэтому я советую мерить касательно еды в горы всегда нужно брать с собой еду и воды много до четырех литров воды в рюкзачок кинуть уверяю вас это не будет лишним если например вы знаете что туда куда вы идете там есть родничок то можно взять водичку немножко поменьше фляжечку чтобы в родничке ее уже там где-то обновлять и так далее еда хорошо брать с собой продукты содержащие быстрые сахара чтобы организм быстренько восполнялся по энергетическим затратам и соответственно вы будете чувствовать себя более энергично даже если сделать небольшой привал там на какие-то предположим там 5 10 15 минут это будет достаточно покушать и пить водичку и восстановиться сейчас мы включу камеры потом еще раз я включу когда уже дойду до низа